Привет друзья! Отвидеть вас у себя на канале о здоровых тренировках и жизни Предлагаю сегодня поговорить о том, как накачать бицепс бедра Вы, возможно, думаете, что если вы нормально приседаете со штангой, то ваш бицепс бедра по-любому нормально работает? Отлично! Я тоже так думал. Нет, не так Если хотите узнать, как это на самом деле, не наступайте на мои грабли и узнаете, как прокачать бицепс бедра То смотрите это видео и все узнаете очень быстро и очень понятно Более того, вы узнаете о самых главных ошибках, которые могут быть И как не избежать травм, как делать все правильно и эффективно Поехали! Ребята, очень важно, невероятно важно работать над организмом полноценно То есть очень важно, чтобы вы работали над всеми мышцами в своем теле Если где-то вы упускаете, если где-то ваша мышца не дорабатывает Например, если вы не качаете абсолютно трапеции Или вы решили не качать предплечье Или, возможно, вы не качаете вообще шею То есть, если где-то какие-то мышцы у вас не качаются Это, скорее всего, очень большая вероятность может привести к каким-то проблемам с вашим здоровьем Организм не любит мышечного дисбаланса Это может приводить к разным своего рода отклонениям здоровья Например, это может просто приводить к тому, что нарушается кровоосновжение вашего тела Непропорционально по телу перемещается кровь В теле все должно быть гармонично развито Не нужно качать что-то одно, не зацикливайтесь на что-то одном Следите за всем телом Я считал всегда, что приседания полноценно способны Приседания со штангой, я имею ввиду Полноценно способны проработать ваши ноги Но это не так Приседания со штангой это мое самое любимое упражнение отражено в зале Это очень крутое упражнение И я рекомендую делать его свою, каждую свою тренировку Начинать с нее вообще каждую свою тренировку Если вы можете сделать только одно упражнение за день Сделайте только приседания и идите занимайтесь своими делами Но приседания, к сожалению, не прорабатывают полноценно бицепс бедра То есть заднюю часть бедра, да? И чтобы ее проработать, нужно работать прицельно именно на эти мышцы Есть 100% работающие, эффективные упражнения, которые я уже проверяю на себе несколько месяцев Потому что я договорюсь в своем видео только свой опыт После того, как я пропустил через себя и проверил его Только тогда я вам говорю и рекомендую какие-то те или иные упражнения Я начал делать те упражнения, которые я никогда раньше вообще не делал И я тут же увидел хороший результат Я увидел, как меняется бицепс моего бедра И я увидел, что это реально работает Теперь давайте конкретики Какие конкретные я вам предлагаю упражнения? Если в момент приседания вы можете подумать, что можно ставить ноги узкой или широкой И тем самым варьировать нагрузку на ноги Действительно это так Но это больше смещается нагрузка на переднюю часть ваших ног Если вы варьируете ширину своего шага Это правильный ход мысли Но вы тогда будете смещать нагрузку ближе к центру или к наружной части В передней части ваших бедр Сложновато, сказал, да? В общем, это влияет в основном на ваши передние бедра Переднюю часть бедра Не на заднюю часть, не на бицепс бедра Чтобы прорабатывать прицельно бицепс бедра Нужно делать полноценно другие упражнения Добавлять в свою программу Самое мое любимое сейчас на данный момент Это упражнение не новое для меня, конечно Но я добавил в свою программу и делаю его на регулярной основе Это выпады со штанги Но делать их нужно в определенном, я рекомендую, в определенном режиме Как вы увидите в этом видео То есть я вам рекомендую начинать проработку каждую ногу отдельно Возможно, даже после отдельной ноги отдохнуть и заняться другой ногой Если вы отработали на одну ногу, переходите на другую ногу Если надо, отдохнули, подышали 2-3 минуты, занимайтесь другой ногой Потому что это очень тяжелое упражнение, если вы делаете его правильно Не гонитесь в этом упражнении за большими весами Делайте правильно Делайте и чувствуйте те мышцы, которые работают Возможно, вы впервые в жизни его сделаете правильно Я не сторонник ходьбы, так называемой, прогулки Вот это с гантелями по залу, когда вы просто идете и делаете выпады Поочередно на каждую ногу Это полезно Но просто это не дает такого панкинга мышц, как нужно А я рекомендую делать выпады как раз-таки на пампинг Чередуйте, делайте и на малое количество повторений Например, 8-10 раз И делайте его на 15-20 раз Я в основном делаю на 15-20 повторений за раз 3 подхода по 15-20 повторений, например, выпады То же самое я вам рекомендую делать для приседаний 15-20 повторений Попробуйте поработать в таком режиме Теперь поехали дальше Я вам предлагаю ознакомиться Обратить внимание на такое упражнение, как мертвая тяга штампы То есть это частичная фаза движения становой тяги Да, становая тяга очень крутое, полезное упражнение Но очень травмоопасное Но действительно очень полезное, если вы умеете его правильно делать Я сейчас добавил в свою тренировку тоже становую тягу Но скажу так, я 3 года не делал это упражнение Но сейчас все-таки делаю это упражнение 1 или 2 раза в месяц То есть довольно мало, но все-таки включил свою программу Так вот, мертвая тяга, так же самое, как и становая тяга Очень хорошо прорабатывает ваши бицепсы и бедра Потому что именно в этой фазе очень хорошо работают как раз-таки бедра И они берут на себя нагрузку Вы должны понимать, что как в мертвой тяге, так и в становой тяге Могут быть определенные нюансы и тонкости именно для вас Возможно, вы в этом упражнении чувствуете больше не бицепс и бедра А чувствуете свою поясницу, например Или же ягодицы То есть это вполне нормально Вы можете видеть одно и то же упражнение в тражерном зале Но люди могут качать совершенно разные мышцы Просто потому, что они напрягают другие мышцы У одних лучше работают на мертвой тяге, например, разгибатели позвоночника И они у них очень напрягаются То есть это те мышцы, которые работают, например, когда вы делаете экстензию и гиперэкстензию Или же, например, работают больше бицепс и бедер Поэтому вам нужно научиться чувствовать эту мышечную работающую группу Если вы чувствуете, что вы на мертвой тяге и на становой тяге хорошо чувствуете свои бицепсы и бедер То это упражнение 100% вам их поможет развить Теперь, поехали дальше Обратите внимание на упражнение, которое я вам сейчас покажу в этом видео Это очень тяжелое упражнение Это вообще не для новичков Я делаю это упражнение уже приличное время И, скажем так, оно очень эффективное Но очень сложное И в принципе травмоопасностью будете делать его неправильно То есть обратите внимание на ограниченность амплитуды движения в этом упражнении И это вообще абсолютно нормально Не пытайтесь в этом упражнении выгнуться, слишком сильно опускаться вниз Не спешите, делайте в той амплитуде, которая у вас получается Оно вам может показаться, что это слишком короткая амплитуда По веткам охватит это на русский за головой Если вы сделаете таких 10 повторений своим весом Конечно, зависит от вашего веса Но если вы сделаете 10 раз Я поздравляю, вы просто монстряка Это очень круто и вы действительно хорошо развиты Это очень хорошее упражнение И я вам предлагаю 2 варианта его выполнения То есть первое, когда если вам некому, допустим, подержать ваши ноги А лучше, чтобы никто и не держал ваши ноги Поменьше напрягайте вообще как будто в тренаженном зале Даже если это ваш партнер Ну лучше он займется чем-то другим в это время Вы займетесь, если вы можете сделать это сами Делайте это сами Как вариант, вы закрепляете свои ноги Под грифом, под нагрузкой И делайте эти наклоны вперед То есть у вас здесь зафиксировано будет в любом случае колено И это будет тяжелое упражнение, но оно будет изолированное Да, это изолированное упражнение Но оно очень хорошо напрягает Прицельно напрягает ваши бицепсы, бедер Так же самое вы можете делать его на тренажере Как я вам предложил, нестандартное решение Где может быть проще Потому что там просто более комфортно Вы можете делать это упражнение Попробуйте сделать, попробуйте так и так Найдите для себя вариант Есть еще один вариант выполнения его На скамье для экстензии, для гиперэкстензии Мне там неудобно делать, поэтому я вам даже не буду рассказывать об этом варианте И показывать вам в этом видео, как его делать Вот, эти упражнения очень круто развивают бицепсы, бедер И это нужно, чтобы дополнить полноценно к вашим приседаниям То есть просто иногда добавляйте эти упражнения после ваших приседаний Например, вы можете делать три подхода на приседания И еще идти, например, делать два подхода Или тоже три подхода Два-три подхода, делать еще отдельно на бицепсы, бедер Включайте это через тренировку, например И это будет нормальный результат То есть чередуйте такую, делайте микропериодизацию Просто добавляйте их после приседаний Режим повторений может быть от 15 до 20, как я вам сказал Но если, допустим, вы делаете вот это упражнение Которое я вам посоветовал делать на тренажере На гибание вперед То там сколько сделаете, столько сделаете То есть просто делайте максимально Два-три подхода, максимально, что вы сможете Поверьте, этого очень хватит И это будет совершенно новое для вас ощущение Теперь я хочу обратить ваше внимание На то, что все эти упражнения Рекомендованы для мужиков Почему? Потому что, блин, мы мужики не качаем Буквально, да, задницу Мы не паримся, да, мы это делаем как? Правильно, тихоря Эти все упражнения, которые он сказал Все без исключения Попутно напрягают еще и ваши ягодичные мышцы В меньшей мере они здесь работают, когда вы изолируете свои ноги Когда вы закрепляете, да, под, например, под штангой И делаете наклоны вперед Там работает меньше ягодичные мышцы Но во всех остальных упражнениях, которые я вам порекомендовал в этом видео Везде напрягаются сильно ягодичные мышцы И это очень круто Если у вас, например, эта отстающая группа Особенно, как у всех эктоморфов и высоких людей Вообще, эта проблема почти у всех есть Если вы хотите, наоборот, увеличить ягодичные мышцы То, во-первых, это очень классное решение, эти упражнения Во-вторых, это очень нужно для вашего здоровья Когда вы накачаете свои ягодичные мышцы Когда вы их первый раз в жизни, возможно, почувствуете, да Может вам сейчас вообще больно на своей заднице сидеть Да, у меня так, например, было Когда я сидел на твердом, мне реально просто больно было То есть вообще не было мышц в этой области Я сидел на костях практически Это было два года назад буквально Не так давно Сейчас я спрогрессировал очень хорошо в этой части И уже даже задумываюсь о том, что мне нужно сбавить обороты Но если вы хотите упрепить эти мышцы То это отличный вариант Отличное упражнение Если же уже вы хотите остановиться Или, например, у вас есть склонность к слишком сильному разрастанию бедер Слишком сильно большие бедра тоже, да Вы не хотите, чтобы так было Мужики тоже, возможно, этого не хотят То вам нужно тогда задуматься больше о изолирующих упражнениях Изолирующих чисто для бицепса бедра То есть это тогда могут быть вариации Выполнения упражнений на тренажерах Где вы работаете исключительно на бицепс бедра Да, работаете на тренажерах Потому что только так вы можете работать прицельно Ну или тот вариант, который я вам показал Вы можете делать его, в принципе, даже дома вообще Почему я об этом говорю? Потому что, например, если вдруг Там случайно на этот видос Забрела девушка И хочет себе укрепить таким образом бицепсы бедер То вы можете себе Если вы не хотите этого сделать Укрепить излишни свои ягодичные мышцы И протрофировать их То есть простым языком у вас будет большая задница И вы не хотите, чтобы у вас была большая задница Одно дело нарастить, укрепить Другое дело, если слишком большие У вас слишком большая гипертопия пошла Поэтому имейте это в виду То есть Давайте подытожим Если вы хотите укрепить бицепсы бедер То самые эффективные упражнения, которые это делают Они базовые И они попутно будут зацеплять ваши ягодичные мышцы В этом видео вы очень хорошо анатомически все это видите Потому что волокна мышечные В них находятся по схожими углами Как у бицепса бедра, так и у ягодичных мышц То есть они работают друг другу, они помогают Они в любом случае будут работать вместе Только изоляцией можно более прицельно бить по бицепсам бедра И как вы видите, увидели в этом видео В бицепсе бедра довольно много Еще есть отдельно других мышц, которые могут работать помимо бицепса бедра Ну то есть задняя поверхность бедра Будет работать полноценно в тех упражнениях, которые я вам показал Также обращайте, пожалуйста, внимание на технику безопасности На то, что ваша спина должна быть практически идеально прямой Всегда Когда вы делаете любые подъемы тяжести с пола Когда вы приседаете Когда вы делаете все эти упражнения, которые я вам показал в этом видео Вы должны следить, что ваша спина должна быть идеально прямой Практически идеально прямой Это очень важно Следите за вашей поясницей Следите за тем, как вы работаете Если что, если нужно, попросите кто-то, чтобы посмотрел, если вы тренируетесь сами, посмотрел на вас со стороны и сказал, правильно ли вы делаете, хорошее или правильно ли у вас ровная спина. Если вам некому посоветовать, вы тренируетесь вообще дома, возможно. Там, не знаю, вы взяли в руки по две баклажки с водой и просто с ними приседаете, делаете стано-утяву, да? То просто попробуйте снять себя на видео со стороны. Просто включите телефон и понаблюдайте потом видео, правильно ли вы делаете. Вернитесь потом к этому видео, посмотрите, как делать правильно и сравните с этим видео, чтобы вы увидели о своей технике, да? То видео, которое вы изняли на своей тренировке. Если все окей, двигайтесь дальше. Не спешите повышать веса, это не нужно. Сначала делайте все правильно, все грамотно, хорошую тренировку, хорошую, правильную технику. И веса придут, ребята. Веса по-любому придут, результаты тоже придут. Все, что я хотел вам сказать в этом видео. Все, ребята, удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok